Дайджест недвижимости Если это произойдет обманутым дольщикам, больше не придется платить за воздух. Квадратные метры, которые существуют только на бумаге. В сообщении регионального штаба отмечается, что перед выдачей ипотечного кредита банки проводят аккредитацию застройщика, что многими покупателями жилья воспринимается как гарантия его надежности. При возникновении проблем последствия неверного выбора строительной компании полностью ложатся на граждан, которые вынуждены ежемесячно платить за несуществующие квартиры. Солидарная ответственность банков заставит их подходить к вопросу аккредитации застройщиков более серьезно, полагается председатель регионального штаба УНФ Дмитрий Сергеев. Дайджест недвижимости Кировчан приглашает обсудить продление улицы Производственной до Чистых прудов. Общественные слушания по этому вопросу пройдут завтра, 21 декабря, в администрации города. Объектом обсуждения станет проект планировки территории улицы Производственной от Кольца до развязки в микрорайоне Чистые пруды. Горожане смогут познакомиться с документацией, услышать пояснения от разработчиков проекта, а также оставить свои замечания и предложения. Собрание начнется в 16 часов, место проведения кабинет номер 300 администрации города. Вход с улицы Воровского уточняет Айкиров.ру. Дайджест недвижимости Интерактивная карта отключения коммунальных услуг заработала в Кирове. С помощью портала Дефект 43 можно узнать, по какому адресу нет холодной или горячей воды, отсутствует свет и отопление. Как отмечают разработчики ресурса, найти информацию можно двумя способами. Посмотреть по адресу своего дома, либо по названию организации поставщика услуг. Кроме того, электронный ресурс позволяет узнать общее количество аварийных или плановых отключений в городе. Обновление карты происходит при каждой перезагрузке портала. Изменения оперативно вносятся диспетчерами ресурсных и управляющих организаций. Партнерами портала пока являются Кировские коммунальные системы, Т-Плюс, Горэлектросеть и несколько управляющих компаний. На этом все. В студии работала Анна Лапшина. Дайджест недвижимости Продолжение следует...